Вовчик, вот это вот тебе надо начинать читать. Видишь, река Оренока, Жюль Верна. Владимир Павлович читает сыну книги, готовит сытные завтраки, даже учит кататься на горном велосипеде. Мельниковых называют удивительной семьей. Сыну в этом году исполняется 9, папе 82. Впрочем, разница в возрасте им, похоже, совсем не мешает. Вообще-то Владимир Мельников впервые стал отцом еще на четвертом курсе. Правда, как вырос его старший сын, он не заметил. Всю молодость провел в экспедициях. Вова родился, когда Владимир Павлович был уже на пенсии. Сейчас у него уже есть время наслаждаться отцовством. Его младший сын в этом году идет в пятый класс, старший – на пенсию. Разница между братьями ровно полвека. Кстати, за это время сам Владимир Павлович поменял взгляды на воспитание. Ты видишь, что все, что дети делают, все, что они себе позволяют, это естественно. Но раньше тут принималось плохое поведение. С возрастом приходит понимание, что специально воспитывать детей не надо. Давай, наливай. Юрий Николаевич своего ребенка тоже не воспитывает, а балует. Через два года ему исполнится 60. Дочка сейчас заканчивает первый класс. Рождение Света было осознанным решением. Правда, знакомые почему-то не всегда поддерживают папу в возрасте. Были удивления, как? Вот Юрка как-то рискнул вроде как. Я говорю, а что рисковать-то? Ну, как это? Что тут рисковать? Ну, есть возможность, есть здоровье, есть как бы работу. Всегда можно найти. Рисковать в каком смысле рисковать? Родить ребенка – это что рисковать? Это что, война, что ли, у нас? Юрий Николаевич не исключает, что через пару лет они с женой пойдут за третьим. Впрочем, он еще довольно молодой отец. Например, россиянин Армаис Назаров стал папой в 89, австралиец Лес Колли в 90, а мировой рекорд побил жителей Индии. Рамджит Рамджав стал отцом в 96 лет.